Следующего спикера-эксперта, которого я хочу представить, позвать, это Алексей Янзин. Он является основателем и сучитителем отеля GreenLine. И немножко мы перейдем от ресторанного бизнеса и рассмотрения его с разных точек зрения в бизнес-отель. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Друзья, хочу сказать, что мой опыт в гостиничном бизнесе всего 5 лет. Для жизни это небольшой период, для бизнеса это становление. И хотел после перебива коротенький анекдот, как я вообще, он очень хорошо характеризует, как я попал вообще в этот бизнес. А лес, охотничья яма, туда попадают три хищника, медведь, волк, лисица и лук. Первый день не могут выбраться, второй день не могут выбраться, на третий день хищники стали шушупаться. Ось понимает, что его... Звери, давайте договоримся. О чем? Давайте договоримся. Моё пасы. Вы же меня сожрёте? Да, сожрём. Сожрём, конечно. Ну, давайте договоримся. Моё последнее желание предсмертное выполнится. Ну, ладно, мы всё равно сожрём. Конечно, звери оживились. О, давай, посмотрим. Что за желание? Ты говоришь мне, люди, ключи какой-то, я не могу всю жизнь, вот шея короткая, не могу посмотреть, что же у меня там сзади такое. И звери, ну, ладно, ладно, сейчас посмотрим, прочитаем всё, расскажем и съедим. И все повезли смотреть, вось, как сзади ногами это даст, лиса, волк, сразу в отключке. Ветвец, как в полуобрачном состоянии, говорит, я даже читать-то не умею, куда я полез. Я даже читать-то не умею. Вот и у меня немножко опыт был такой, что я даже читать-то в отельном бизнесе ничего не умел. Но был опыт бизнеса компьютерского, опыт торговли, 15 лет. Заработали определенный ресурс, определенный, с друзьями, с владельцами. И что-то хотелось сделать такое для души красивое. Заходишь когда в отель, красивое, всё так сверхает, ты думаешь, вот где оно зарыто, счастье, вот где может быть и есть оно. Но когда погружаешься, ты так глубже понимаешь, что не совсем оно так. Но предыдущий опыт мне очень помог в плане развития вот этого нового проекта, подхода, подсчета, как вы дали, вот люди говорили, с чего он начинал бизнес. Это, конечно, с управленческого учета. Посчитали отдельные лекарства, отдельные оперативные расходы. И иногда нам в жизни приходится делать опыт, куда идти, поскольку ложимся в среду. И идеально, когда наше внутреннее состояние гармонично с тем, что мы делаем. Мой опыт таков, что мы сделали отель, построили отель и наткнулись на определенные камни, которыми я хотел бы подводить. Сама идея была такая, чтобы сделать, доставить гостей, которые приезжают в отель, нечто чуть большее, чем он на это рассчитывал. И большее началось с того, что мы вкладывались и душой, и средствами в это заведение. Когда проходили сертификацию, нам предложили сделать четыре звезды, уровень четырехзвездных. Мы отказались. Почему? Потому что эффект заниженных ожиданий. Когда костя получает три звезды, а получает уступ от четвертых, у него определенно схватываются впечатления и удовольствия от того, что он заплатил чуть меньше, а получает чуть больше. И исходя из этого мы встроили. Но очень важно, именно в тот момент, что меня вдохновляло, как предприниматель, не только доход от плос, от средств, а еще и удовлетворение и радость, когда гость оставался довольным, когда гость довольный и радостно улыбался в ответ. Какие подводные камни, я хотел бы сейчас рассказать о них, на что мы наткнулись, это первая инвестиция. Мы думали, что номер, допустим, мы отделываем его, будем зарабатываться, для номера деньги, но, во-первых, дорогая отделка была. Номер примерно стандартных 22 квадратных метров нам обошелся в полумиллиона рублей. И это номер люксов, он стоит для два раза здоровья. Это только декор и отделка. Но плюс в том, что мы использовали профессиональные материалы. Специальные отец, мы правильный шаг сделали в выборе профессиональных материалов. Во-первых, они уже больше служат. А во-вторых, профессиональные материалы качественные. И когда мы закупали те же ароматические матрасы, матрас, который тестировали, я ложился на одну часть матраса, на другую часть матраса. Дело, что продавец такая кухонькая прыгала, я не чувствовал хлебания. То есть они косили хлебания с матраса, а за ночь они приобретают форму тела и распределяют равномерно нагрузку на все тело. И гость встает довольный. Дорогое постельное белье выбрали. Дорогой ковролин. Ковролин, который не поддерживает горение. И шторы тревировские, которые тоже не поддерживают горение. А схема, подушка эту симптомизировала процессы разгорания. И понизила наш риск и всяких неприятных вещей. Это по отделке. Следующий у нас момент, который подводный конец, что мы не рассчитывали на те расходы текущие оперативные, которые случились в процессе деятельности, жизнедеятельности, галитариста. Это расходы, связанные с повышенной расходой рекламы, написание сайта Хорошева, его подвижение в интернете, работа брендовых и печатной продукции, повышенные коммунальные платежи. Нет, мы ничего не знали, ничего не учитывали в процессе жизни, с этим столкнулись. Тем не менее, мы продолжили. Продолжили. И я поехал в Питер получить информацию, потому что я новичок в этом деле был, но информацию нужно было бы это получить. Я поехал в Питер через друзей, знакомых, интернет, показал информацию и о чем еще хотел предупредить, с чем я столкнулся. Когда я стал, я вышел на хозяина сети отелей, он предлагал управление отелями, предлагал управление моим отелем, нашим отелем. Но я отказался, он говорит, ну хорошо, я тебя научу. Я тебя научу, как правильно управлять отелем, как правильно продавать, продвигать отель. И плюс к этому обучу твоего специалиста. Вообще, это делаю дистанционно. Я говорю, как? Это прям, где я сделал маркетинг, генерал-анализ. Я как-то сомневался, в аэроскопе будет проехать, например, миллион рублей. Нет, что-то я как-то не готов, слишком это дорого. И я продолжил поиск и нашел вот этого действительно грамотного специалиста, который помог купить отель. Мы с ним приехали в Самару, трехмесячные исследования рынка, исследовали конкурентов, проехали по всем ведущим отелям Самары. Мы сделали свод-анализ, и анализ конкурентных преимуществ недостаточно отелей в Самаре. И с основания вот этого анализа мы спускали свой отель до 4 плюсы и минусы наших партнеров, которые работали уже на тот момент в Самаре. Это нам очень здорово помогло. В дальнейшем он также помог в плане набора профессионального менеджмента. И ощущаю, что сотрудники, те, которые были приняты на работу за месяц до начала работы, до открытия отеля, работают до сих пор у нас в отеле. Моя очень радость. Когда еще момент такой, когда мы приняли сотрудников перед открытием, предложение у меня было сотрудникам ключевым. Давайте проведем ночь в отеле. И узнаем плюсы и минусы недостатки вот этого нашего сведения. На утро собравшись, мы в подлинном итоге, было очень много достатков, которые мы перед открытием не правильно. И активация построена таким образом, что доход каждого сотрудника зависит от общего дохода в целиком отеле, в целиком заведении. И я считаю, что это правильно, потому что каждый сотрудник, находясь, чувствуя себя в одной лодке, гребет в одном направлении и понимает, что если гость будет доволен, он вернется завтра, и также завтра принесет доход сотруднику. Это очень важный момент. И второй момент для меня, как руководителя, доверяю, но проверяю. То есть у меня строится работа на доверие. И слава богу, просто на сегодня устроился такой коллектив, что в заведении, что люди, которые попадают из того формата, они у нас как пробка искать из коллектива. По сотрудникам еще хочу сказать, что как привлекать свое пожелание, то, что мы вкладывались в свой дом, в свой дом, в свой владельца. Мы вкладывались в себя, как передать эту ситуацию, чтобы гость вернулся и приехал к нам. Я смогу видеть, как это гость будет. И я для себя решил. Я это сделаю через сотрудничество. Я предпочитаю любви, предпочитаю поддержку. Разрезаю обстановку, и это работа. Считаю, что это работа. Когда мы построили отель, стал вопрос о комплексном подходе оказанности гостей. То есть, сам отель, как таковой, как я говорил, очень много скрытых расходов, которые мы учитывали, нам нужно быть максимально рентабельным. А мы открыли конференц-залы, три конференц-зала у нас, два банкетных зала. То есть, была выбрана линия бизнес-отеля, бизнес-концепция. И эта концепция, она оправдана. Она была оправдана, всего пять дней, будь-нибудь приезжают в гости, размещались. Но в субботу, в воскресенье, через пять дней в субботу мы будем расслабить. Это недостаточно было доходной части. И мы решили построить хороший банкетный зал. Хороший банкетный зал, который загрязался и в пятницу, и в субботу. И построили банкетный зал на примерно 220 секунд. И на сегодня доходят до того, что хватит на сезон. Семь дней в неделю у нас проходят свадьбы. С понедельниками по воскресеньям. И это вот такой результат работы всего коллектива. И самое главное, что на сегодня гости, которые там проходят, оставляют хороший отбыл и гостям это нравится. Мы построили это из легких шатровых конструкций. Этот зал. К дизайнерам была поставлена задача уйти от ощущения времени. И пока было ощущение времени в конструкции, мы сделали так, что это, в принципе, достойное, легкое воздушное осветение. И девочкам-невестам очень нравилось. Проходило даже до того, что комедийные случаи были, когда невеста говорила, что здесь занят банкетный зал. Она говорила, что полночный, она говорила, что нет, я не пойду замуж без этого зала. Нет, что же за жизнь его ожидает после этого. Она уже сейчас не хочет без этого зала идти. Но такие случаи были. Доходы отеля распределились в следующем образе, как вы видите, в этом торопченском соотношении. И срок окупаемости на сегодня наше обеспечение после 9 лет наложено и средства. В принципе, этот срок считается хорошим. В Питере считают, что это 10 лет срок окупаемости. В принципе, в среднем, это уже хорошо. Почему-то долго, как вот нам сегодня рассказывали в начале, потому что здесь очень капиталовый дом бизнес, очень много инвестиций. Важность для того, чтобы потом все это было. Но, все-таки, это дело поступает так вот образом. Очень важный показатель здесь не загрузку, как часто ваше обычно считают, а очень важный показатель доходности. Я не буду говорить про термин, ПАВ и ДИАР, в принципе, это доходность на манера, связано на все манера, либо на все, которые пребывали. Мы находимся в географическом центре Самара. Хотя хотел спросить, а кто из гостей, вот этих присутствующих, был Гринлайн или знает Гринлайн? Поднимите руку, пожалуйста. Павел, я очень рад. Ну, я надеюсь, что... Собрались поклонники. Манаты. Спасибо. И конкуренция. Когда мы открывали это заведение, мы оказались, получается, в центре локации отелей. Рядом 500 метров от нас находится Ренессанс, Кипец, Современник и много мини-отелей, апартаментов. Но, тем не менее, это не помешало нам работать. И помешало нам находить диалог с конкурентами. Люди это тоже слышали от Италии, что это верный ход. И мы так же сделали. Мы впервые в Самаре пошли на диалог с так локальными отелями, так и с сетевыми. Более того, мы стали приглашать инспекцию на экскурсию в отель. Стали сами ходить на эти экскурсии. И что это дало, это дало нам понимание, как это обмен опытом. И обмен опытом позволяет повысить качество. И таким образом мы идем, растем и развиваемся. И мало того, с конкурентами мы стали обмениваться данными. Представляете, мы не побоялись. Мы первые в Самаре это сделали. И мы, в принципе, не теряли ничего в загрузке. Даже мы обменивались гостями. Когда у нас была 100% загрузка, мы своих гостей рекомендовали своим партнерам. И обмен данными позволял нам погибнуть ситуацию на рынке. Что происходит? То ли это слабое ажарство, загрузка в нас, то ли это просто в регионе, как бы сложился экономический климат, что нет гостей. Такое тоже бывало. Что еще? Здесь кратко рекомендация. Эти рекомендации, в принципе, я писал, не только для тех, кто задумывает, для кого есть локальный, большой, для того, чтобы открыть отель. Эти рекомендации, в принципе, для любого собственника, владельца бизнеса. Они, я думаю, применяны в любой отрасли бизнеса. Так как я являюсь владельцем еще и торговой структуры, они очень даже подходят. Ну, могу расшифровать, могу не расшифровать. Как лучше? Расшифровать, хорошо. Хорошо. Считать доходы, вот Виталий говорил, для меня очень важно понимать, сколько я заработал денег, и могу ли я их попрать. Чтобы не так открыл каску, посмотрел, есть деньги, потратил их. Оказывается, это предоплата гостей, клиентов. Что очень, кстати, в гостиничном бизнесе, и в банкентном бизнесе, получается, что больше кредитор, чем кредитор в торговле, наоборот. И там они равны. Поэтому очень важно считать доход и рассчитывать на тот доход, который заработал. Тот доход, который остался, в этой ситуации, вычеты всех восходов. На старте проводить анализ конкурентной среды. Однозначно. Надо принимать, допустим, то, что унесло. Потому что, если не проходишь по каким-то параметрам, то можно просто вложиться не туда, не потерять все средства вложения. Сайты отеля. Я сегодня скажу, что, даже когда мы открывались, то тогда примерно 75% считалось, идут интернет-продажи. То есть, продажи через интернет ничего статистически отнесли, лечить не отстройки. А именно через интернет, уже тогда были, но сейчас это больше, только показатели дохода до 80%. 50% выделить продажи через интернет. Перез собственный сайт мы продаем примерно 30%. Остальное это онлайн-тревел агентства, такие как Викторгом, Остролог и другие. Комплексное программное обеспечение. У нас сайт-база общая, так как у нас аптель, так как у нас банкеты, так как у нас конкуренции. Очень важно иметь одну платформу. Эта платформа позволяет вести в учет по всем системам сразу, автоматизировать ее. Мы внедрили программу несанкционированного входа, что позволяет контролировать вход и номер. То есть несанкционированный не может никто туда зайти, никакой сотрудник, никакой господин, никакой ценой электронных замков. Это позволяет ввести также учет. Учет используется номером. Автоматическое управление онлайн-продажами позволяет снизить ошибки и снизить нагрузку на персонал. То есть очень много ошибок, когда тарифы в гостиничном бизнесе меняются в день несколько раз. А если в нескольких онлайн-сервисах, то это надо сотруднику по лечеству все разложить. Сейчас появляется ошибка. Автоматизированная система позволяет все сделать, нажать самодной кнопки. Это очень удобно. Использует профессиональное оборудование и материалы. То, о чем я говорил, это матрасы, ковровины, шторы, профессиональные. Они до сих пор служат и очень даже радуют меня, что мы выбрали именно профессиональные. Профессиональные материалы и оборудование они в хорошем состоянии находятся до сих пор. Работа с отзывами. У нас разработана уникальная работа с отзывами. И скажу, что, скорее всего, мы одни в Самаре такие, которые отвечаем на каждый отзыв гостя. Будь то положительный отзыв или отрицательный, будь то на сайте отеля или в губе фон. А все отзывы мы конкретно, но эффективно отмечаем. Если отзыв отрицательный, мы отмечаем, какие были приняты комплекс смерти для сохранения этого недостатка. Цель такая, чтобы гость был доволен. В любом случае, чтобы он уехал доволен и удовлетворен. Тем самым, заботимся о высоком рейтинге в Самаре, в своем регионе. На Треподвазе, если кто знает этот сайт, мировой сайт туристов, мы в Самаре находимся на третьем месте. Локальный отель из всех отелей, включая сетевые. Это, я считаю, престижим. Спасибо. Кстати, на первом месте находится Эмпорт Хилтон. Во втором поле Дей, где мы находимся, в инлайн-отеле. Вот такая вот статистка. При универе, культантер, да, обращайтесь чтобы внимание на эффективность и профессионализм. Потому что, я говорю, как в первом случае, я не получил удар опуху на лося, который человек, который не хотел, ну, по сути, развести на деньги. И, ну, по сути, я думаю, здесь каждый понимает, руководитель, то, что с профессионалами. Я во многом не предпринимателем, но в каких-то вещах я приступаю тем профессионалам, которые работают у нас, которые более глубоко и тоньше на этот рынок, как и все. И я в этом плане склонен доверять. И, однозначно, получается, в формальных менеджерах, это гораздо лучше, эти результаты, и проводить регулярное обучение персонала, это, однозначно, тоже нужно повышать качество обслуживания, ну, особенно это в сервисе услуги. И, ну, я уже проговорил про обмен данных актеров и конкурентов, это представляет увеличивая качество обслуживания. Ну, вот, в принципе, все коротко о своем практическом опыте, что я хотел сказать. Спасибо вам большое за внимание, за доверие, за активность, в которую вы поднимали руки. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое. Раз, 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 раз. Спасибо. Время нам позволяет пару вопросов задать. Вот, Валерий, по поводу отступаемости. А вот, а вопрос следующий. Есть ли в планах стать отельным оператором? Вот. Создание управления. Перефразирую, ну, оператором. А, сеть, сеть. Да? То есть, можно ли стабировать оперы? Это возможно, но только не в Самаре. Да? Вообще не в рамках Самары. Да, это регионов Санкт-Петербург, Москва, Нью-Йорк. Рекомендует мне, друзья. Да, да, да. Примерно так. Гетексы, они смотрят так. Нью-Йорк, Израиль, Москва. Какая загрузка в отеле считается нормальной или отличной? У нас в сентябре, я так скажу, загрузка считается вообще хорошим показателем, но не главным. И у нас проводится политика, не проводится темпинговая политика. Мы не снижаемся. И что позволяет при низкой даже загрузке сохранять доходную часть. И я отвечу на вопрос ваш, да. Смотрите, спасибо за вопрос. И, допустим, по прошлому, вообще по результатам всех лет работы у нас средняя загрузка по отелю составляет 56%. Это больше 50% для отеля, считается, особенно Самарского региона. Это неплохо, это очень хорошо. И, допустим, в сентябре прошлого года у нас загрузка за месяц составила 92%. А ADR, вы видите, ADR примерно 3200, 350-3200. А REF-BAR там, ну, поменьше. Хотя вот, когда загрузка, они практически равны. – Хорошо. И последний вопрос. Вот как себя так правильно настроить, покупать профессиональные дорогие материалы и оборудование, когда, конечно же, мы часто живем сегодняшним днем и нам на всем хочется сэкономить. Вот что же, если можно, в Ассоции, рациональными аргументами? – Ну, смотри, Виталий, мы посетили везде профессиональный ковролин. Один номер нам не хватило. Обсчитались. Постелили бытовой ковролин. Ну, его убили прям просто за год, за два. А дороже он стоит процентов где-то на 70 профессиональных ковролин. А служит раз не дольше, пять-десять раз дольше. Отличный вопрос? – Ну, то есть вы, как и все нормальные люди, попробуйте сэкономить. – Слушай, я понимаю, я пришел уже с другого бизнеса, я уже пожил, как говорится, опыт есть, что тупой платит за вас. – Просто к этому надо сэволюционировать. – Ну, не знаю. – Понятно. Ладно, все, большое спасибо. – Спасибо. – Я думаю, было полезно и интересно. – Спасибо.